Итак, ну что, всем привет, дорогие мои друзья, подписчики, зрители канала. Сегодня мы с вами поговорим про Harmony OS. Это такая специальная операционная система. Huawei позиционирует ее как собственную, как независимую операционную систему. То есть это не Android, не iOS, это что-то новое. Но это, конечно, очень напоминает нам классический Android. Android, ту же самую оболочку MUI, которая была до этого у Huawei. Но все-таки это считается как другое. Вот, начали появляться устройства. Начали появляться первые работающие устройства совсем недавно на Harmony OS. И, соответственно, сегодня я хотел бы вам про нее рассказать. Ну, во-первых, Huawei, что вообще предшествовало этому? Huawei вообще начали разработку аж в 2012 году. То есть они уже в 2012 году понимали, что им нужна своя операционная система. Они хотят меньше зависеть, видимо, от Google. И, на самом деле, так оно и произошло где-то в 2018-2019 году, когда началась вся эта байда с санкциями, вся эта история с, значит, попыткой Huawei притормозить. Вот, отказ Huawei работать с Google сервисами. Тогда как раз, я думаю, они начали ее в ускоренном режиме допиливать. И вот в 2021 году мы уже можем насладиться устройствами на Harmony OS. С чем было связано это? Санкции, Google сервисы, ничего не приходит. Android тоже как бы американская операционная система. Вот, поэтому они разработали свою. Значит, и у меня есть планшет на Harmony OS. На Harmony OS версия 2. То есть сейчас уже даже это не первая версия, а уже вторая версия. То есть уже, можно сказать, немолодая прошивка, уже несколько раз ее обновляли. Версия 2. Вот. Короче, короче, самый плюс этой прошивки то, что она поддерживает приложение АПК для Андроида. Вот и все. Она совместима с Андроид-приложениями. И кто-то сейчас скажет, что это тогда Андроид. Но нет, это не чисто не Андроид, это Harmony OS. Но все приложения, которые ставятся на Андроид, можно поставить и сюда. Здесь такой же магазин приложений, как раньше был в Huawei и Honor. Это App Gallery. Здесь мы можем найти нужные нам приложения. Они здесь присутствуют. Ну, также можно просто скачать АПК-файл и поставить сюда. Плохо, что нет поддержки, конечно, iOS-приложений. Было бы вообще здорово. Это все бы хотели, наверное, себе такое устройство, которое поддерживает приложения и с Андроида, и с iOS. Это было бы вообще супер замечательно. Но iOS закрытая система, и поэтому такого, наверное, никогда не будет. Все значки похожи на предыдущую оболочку. Это MUI. По стилю все очень напоминает. Такие же значки. Значит, что у нас по дизайну? По дизайну это обычный рабочий стол. На планшете выглядит вот так. Можно в вертикальном режиме, можно в горизонтальном использовать. Внизу у нас есть док с приложениями, которые мы можем менять. Например, вот сюда какое-нибудь другое приложение. Например, места нет. Засунуть вот таким вот образом. Похоже немножко на расположение приложений в MacBook'ах и в iPad'ах. То есть вот таким вот образом. А здесь три приложения. Это приложения, которые были запущены нами ранее. Прошлые запущенные приложения. Можно их сузить до одного. Можно чуть-чуть расширить до трех. Например, раз. Все. Сейчас у меня настройки на последнем месте стоят. Вот. Значит, Harmony OS. Какие устройства оснащаются Harmony OS? Все устройства, которые выходят под брендом Huawei и Honor. Можно ли поставить Google сервис? Нет, ребята, нет. Хоть они и сделали свою собственную операционную систему, но все равно, все равно она не поддерживает Google приложение. То есть если я попробую сейчас что-нибудь скачать. YouTube сюда можно скачать, конечно, APK файл. Но он не поддерживается. Он не поддерживается. То есть вот смотрите. Например, YouTube. А, надо зайти в аккаунт Huawei. Короче, здесь с YouTube интересно сделано. Когда я пытаюсь запустить YouTube. Да, когда я пытаюсь запустить YouTube. Он открывается в форме вкладки в браузере. Вот так вот. И тогда его уже можно смотреть. Но это не приложение. Это именно как вкладка в браузере. Но в целом, конечно, Google сервисы вот таким вот макаром, таким макаром через браузер, их можно здесь запустить. Далее еще по интерфейсу. Если мы проводим пальцем вниз справа, у нас открываются уведомления. Если мы проводим пальцем справа, у нас открывается шторка с переключателями. То же самое, как на айфонах. На последних айфонах безрамочных. Там тоже, если слева от челки проводишь, открываются уведомления. Справа от челки открываются переключатели. Это неудобно. На первое время все время тыкаешь там с разных сторон и открываются у тебя разные там вещи. Это неудобно, на мой взгляд, хотя, может быть, кто-то скажет, что, наоборот, это ему нравится. С одной стороны одно открывается, с другой стороны другое. Также, дорогие друзья, компания Huawei объявила, что можно будет в дальнейшем поставить Harmony OS на старые телефоны Honor, Huawei. Я слышал Honor 30, Honor 20, Honor 20 Pro. Можно будет установить Harmony OS. И что еще говорят, что на Harmony OS начинают телефоны даже старые работать быстрее, плавнее. Ну, у меня планшет, у меня планшет топовый, с топовыми характеристиками. 865 дракон, 6 гигов оперативки, 120 герц экран. У меня он работает, конечно, просто идеально. Также у меня были еще часы на Harmony OS. Harmony OS будет работать не только на, допустим, конкретно на телефонах, но еще и на планшетах, и на часах. И, возможно, потом еще и на компах. То есть сейчас, по сути, это как некая экосистема. Как экосистема, как у Apple. Я, как понимаю, они хотят построить нечто такое, чтобы была обратная совместимость, чтобы можно было скидывать файлы с одного устройства на другое. Все это будет работать на собственной оболочке Harmony OS. Но сейчас она, конечно, очень просто сильно напоминает тот же Android, MUI. И многие могут подумать, что это просто, знаете, переименовали свою оболочку MUI в Harmony OS. Потому что по факту ничего особо так не изменилось. Вот по факту ничего. Конечно, здесь, наверное, есть какие-то прям суперинтересные фишки, но я их таковые не заметил. Все очень просто, все банально. Самые настройки, которые нужны, здесь есть. Но могу сказать, что работает все реально очень быстро. То есть очень плавно. Есть также здесь интересные такие папки, которые показывают сразу, что за приложение находится в папках. Можно, не заходя в папку, сразу открыть приложение. Можно эту папку убрать, уменьшить ее, сделать обычной, как обычную папку. Можно увеличить. Ну, такие вот разные фишечки. Анимации приятные. Но это все еще, можно сказать, находится в таком вот начальном состоянии. Это всего лишь вторая версия этой операционной системы. В то время как iOS и Android развиваются уже десятилетиями, да, уже больше десяти лет этим системам. Эта система только в самом-самом начале своего пути. Но я думаю, Huawei, в принципе, это очень крупная компания. И, наверное, они ее будут развивать и не бросят. Просто так не бросят. Я думаю, они вливают сюда огромные бабки. И со временем, возможно, у нас реально появится такой вот третья сила. Третья сила сейчас Android и iOS. А появится третья сила. И Huawei будет эксклюзивно работать только вот на своей операционке. Как это делает сейчас Apple. Apple работает только на iOS. На Android работают очень много разных устройств. А вот Huawei сейчас переходит на свою операционку. Ну, хотелось бы, чтобы все это развивалось. И, возможно, в будущем хотелось бы, конечно, чтобы подружились они с Google сервисами. Очень хотелось бы, чтобы они подружились. Давайте попробуем скачать Chrome. Chrome наш браузер. И что мы здесь видим? И он меня перекидывает сразу на какой-то сайт. Короче, смотрите здесь, как интересно. Здесь магазин приложений. Даже если нет приложения в этом магазине веб-галере, они тебя перекидывают уже на сайт, на котором это приложение есть. То есть это, конечно, вроде как смешно звучит. Типа у нас его нету, но вот здесь ты его можешь скачать. У меня возникает вопрос. А что это за сайты тогда? А безопасно ли с этого сайта скачивать? То есть это все пока выглядит немножечко... Ну, немножечко так по-деревенски, как-то по-колхозному, да? Понятно, что этот магазин приложений только развивается, но все, вот особенно российские приложения, они здесь есть без всяких там проблем. То есть их реально можно отсюда скачать. Они все здесь присутствуют. Их не надо скачивать с каких-то левых сайтов, АПК-файлов. То есть все российские разработчики, как я понимаю, они сотрудничают с AppGallery, поэтому здесь у нас очень много наших приложений, которые облегчают жизнь в нашей стране. Но с Google сервисами беда. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Инстаграм давайте попробуем найти. Тоже такое популярное приложение. Не наше, не китайское, а американское. Инстаграм. Нажимаем открыть. И что у нас идет? Тоже по ходу... По ходу, да, по ходу он тоже будет открывать Инстаграм просто в каком-то браузерном режиме. Короче, вот такая вот HarmonyOS. Работать можно, работать можно. Конечно, есть ограничения, но она приятная. Она приятная, она красивая по дизайну, она красивая по анимациям. Она достаточно функциональная. Ставятся все приложения с Android сюда. Это тоже плюс. То есть можно поставить приложение не только из AppGallery, а самому скачать. Работают жесты, работают три кнопки. Можно тремя кнопками пользоваться. Меню многозадачности. Ну, в общем, мне понравилось. Пока что все работает нормально. Но у меня еще планшет мощный, поэтому здесь все плавно, все very, very good. Ладно, на этом буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok